Добрый день, дорогие друзья! По многочисленным просьбам в сегодняшнем видео я покажу, как изготовить полую внутри муховую кочку для посадки миниатюрных японских орхидей, неофинетий, сидерей и дендробиумов манилиформы. Вот это у нас уже готовая заготовка, это еще не окончательная моховая кочка, но на этапе сегодняшнего дня мы с вами постараемся изготовить вот такие же моховые шарики, которые нам впоследствии потребуются для классической японской посадки неофинетий или какой-либо другой из перечисленных выше орхидей, чтобы это выглядело красиво. За основу схемы работы я взяла рисунок из японского учебника по культивации неофинетий. Эту картинку вы можете свободно найти в интернете. Я немного переработала эту схему, сделав ее, на мой взгляд, более доступной и легкой в исполнении. Конечный результат все равно будет тем же. Мы с вами посадим растение на замечательную, ровненькую, гладенькую моховую кочку. Итак, что же нам потребуется для изготовления вот такой вот заготовки? Первое и основное это мох. Главный критерий мха это его длинноволокнистость, то есть чем длиннее моховая нить, тем аккуратнее и красивее получится наша моховая кочка. Следующий элемент это емкость с теплой водой, в которой мы замачиваем мох перед работой. Для того, чтобы не терять времени, я уже замочила некоторое количество нашего расходного материала, чтобы сразу же приступить к изготовлению болваночки. Основа, которая будет обеспечивать нам структуру, полую структуру моховой кочки внутри. В Японии для этого используют специальные деревянные насадки. Мы в наших условиях можем использовать любой круглый предмет, круглые сечения. Что это может быть? Это может быть кусочек деревянной рукоятки, горлышко пластиковой бутылки, какой-нибудь пузырек, кусок шланга или пластиковой трубы и так далее. Я для этих целей буду использовать, пардон, втулку от пищевой фольги, разрезанной на кусочки высотой в 10 см, обернутой той же фольгой, для того, чтобы предотвратить отсыревание картонной втулки. Потому что работать мы будем с влажным мхом. Следующий элемент это поддон, на котором у нас с вами будут сохнуть наши заготовки. Полотенчик или тряпочка, о которой мы будем вытирать руки. Хорошие, качественные синтетические нитки для фиксации мха. Потому как не каждый мох, который нам удается достать для изготовления кочек, хорошо держит форму на первом этапе изготовления. Итак, все необходимое у нас под рукой, приступим к работе. В первую очередь мы просто устанавливаем нашу болванку-заготовку. И сейчас мы будем навешивать на нее сверху нити мха крест-накрест, немного отжимая их от воды. И располагаем вот таким образом. Когда определенный объем нитей мы уже навесили на нашу заготовку, таким образом, чтобы это все свисало к низу, для того, чтобы прихватить свободные моховые нити в нижней части заготовки, нужно найти достаточно длинный кусочек мха и обернуть свободные нитки снизу, для того, чтобы зафиксировать их. Вот так, более или менее равномерно обмотав верхнюю часть нашей заготовки мохвыми нитями, нам следует их как следует фиксировать, потому что мох достаточно рыхлый, он разваливается, форму он держит не очень хорошо. Именно для этого нам потребуются синтетические нитки. Можно, конечно, использовать леску, но она не так хорошо завязывается в прочные узлы, и поэтому, чтобы работать было проще, я рекомендую вам использовать обычные синтетические швейные нитки. Берем нитку, зажимаем ее пальцем и начинаем круговыми движениями обматывать нашу заготовку. Вот что у нас получилось. Плотный, хороший моховый шарик. Полый внутри будет за счет нашей втулки. Сейчас мы просто оборвем лишний кусок нити. Готово. И отправляем эту заготовку на поддон. Вот их у нас уже две. Аналогично сделаем третий, потому что заготовки для моховых кочек я сделала три. Ну вот, три наших заготовки под моховые шарики готовы. Сейчас их нужно будет отправить в светлое, теплое, хорошо вентилируемое место до полного высыхания. Итак, в моих условиях потребовалось около двух суток для того, чтобы моховые шарики полностью высохли. Сейчас, если мы их пощупаем, можно услышать характерный хруст хорошо просохшего мха. Замечательно! Теперь нам ничто не мешает продолжить посадку растения на моховую кочку. Как говорилось ранее, в качестве посадочного материала сегодня у нас будет выступать дедробиум манелиформы. Очень красивый экземпляр с разноцветными псевдобульбами. Молодые псевдобульбы имеют зеленоватый оттенок, а более старые – свекольный. Листья очень красивые, достаточно крупные, блестящие, гладкие, темно-зеленые, с нежной бежевой каймой фукурин. В качестве тара для посадки у нас сегодня будет выступать вот такая вот бамбуковая корзиночка для эпифитов, которую мы с вами сделали в предыдущем видео. Если кто не видел, посмотрите. Во время посадки мы не будем снимать наш моховый шарик с болваночки, на которой он сох. Так нам будет гораздо проще навешивать дополнительные моховые нити для закрепления растения на кочке. Первым делом мы снимем нитку, которая фиксировала мох, на болванке. Она нам больше не понадобится. Находим свободный конец ниточки и разматываем. Итак, готово. Ненужные нитки удалены. Мы можем продолжать работу далее. Я уже подготовила тару с водой для того, чтобы размачивать потребующийся нам в дальнейшем мох, чтобы укрывать корневую систему растения. В случае с дендробиумом манилеформа существует еще одна полезная хитрость, которая позволит нам без проблем закрепить растения на моховой кочке. Для этого нам потребуется проволока в изоляционной обмотке, при помощи которой мы будем закреплять растения на кочке. Берем кусочек проволоки. Аккуратно обматываем свободный конец проволоки вокруг одной из старых псевдобульб от ее начала до конца. Вот так. Далее вот этот оставшийся конец проволоки мы немножечко изгибаем, чтобы удобнее его было расположить на округлой моховой кочке. Приблизительно вот таким образом. Все лишнее мы обрезаем. Теперь устанавливаем растение с готовым каркасом на моховую кочку. Вот что у нас получилось. Корни мы потихонечку равномерно распределяем по верхушке моховой кочки, для того, чтобы впоследствии рост их был адекватным и для дополнительного закрепления растения на нашей конструкции. Теперь нам нужно будет спрятать верхними слоями мха, нашу проволочную конструкцию и корешки. По сути мы с вами выходим уже на финишную прямую в изготовлении моховой кочки. Длинными волокнами смоченного предварительным мха начинаем укрывать растение вокруг, как будто бы завязываем шарфик крест-накрест, нитка за ниткой. Вот так потихонечку поворачиваем и продолжаем укутывать растение. После окончания работы нам нужно будет как следует прижать влажный мох, чтобы придать кочке дополнительной жесткости, плотности. Так она у нас получится более ровная. Внимание! Ответственный момент! Сейчас мы будем вынимать нашу втулку из готового мохового шарика. Вуаля! Выкручивающими движениями мы извлекаем втулку из мохового шарика и видим, что внутри он у нас абсолютно полый. Все как и задумывалось. Теперь мы будем устанавливать готовую моховую кочку в приготовленную тару. Вот так. Мы просто вставляем моховую кочку в горшочек, либо в корзиночку, как в нашем случае. Какие-то небольшие огрехи мы можем подправить, заправив мох за краешки контейнера при помощи пинцета. Можно использовать также лезвие ножа, тупой его конец. Ну вот, дорогие друзья, перед нами финал нашей кропотливой работы, которая заняла практически два дня. Конечно, японская посадка это дело не быстрое. Я показала вам только один из способов посадки растения на моховую кочку, естественно адаптированный мной. Вы можете смело экспериментировать с такими вариантами посадки, использовать в качестве тары для растения просто небольшие горшочки и необливной глины. Можно использовать специальные японские горшки, которые вы можете приобрести в специализированных интернет-магазинах. Также можно сажать растения в небольшие пластиковые сетчатые корзиночки. Это будет более бюджетный вариант. В общем, полет фантазии здесь будет безграничен. Пробуйте, экспериментируйте. Хорошего вам настроения, пышного цветения вашим растениям. Спасибо за внимание. До новых встреч!